привет всем никогда такого не было и вот опять youtube сожрал хороший коммент воспользуюсь этим случаем и напомню вам что я никогда не стираю комментарии я всегда стараюсь на них отвечать и этот комментарий я тоже не стирала сейчас я вам его зачитаю хорошие комментарии непременно хочу на него ответить вот он комментарий этот добряк спасибо а вы не можете рассказать как именно будда и бодхисаттва помогают нам и направляют нас я слышу это во всех лекциях не могу нигде найти информацию кроме того что они воплощаются как учителя и мастера дхармы мотивация стать буддой ради всех существ кажется неопределенной ибо неясно как ты будешь спасать этих существ в рамках земной жизни все просто практикуешь дхарму становишься добрее и счастливее привносишь это в социум всем лучше но как именно нас направляет будда и как мы будем это осуществлять так ну для начала давайте выберем оптику потому что в зависимости от того с каких позиций мы на этот вопрос смотрим конечно ответ будет другой разный я являюсь буддистом мирянином да конечно я исследователь буддизма но в данном случае я предлагаю все-таки выбрать оптику именно рядового буддиста причем рядового буддиста именно японского направления буддизма ну потому что я придерживаюсь именно японского направления и так во первых начнем с того что будды предполагается напрямую в нашу жизнь практически не вмешиваются есть какие-то отдельные случаи когда может быть прямое вмешательство чаще всего в легендах но об этом чуть попозже поговорим но тем не менее тем не менее обычно нет будды это учителя они дали нам путь мы по нему идем мы можем помолиться будде и может быть даже рассчитывать на какую-то помощь но чаще всего это не будет так что ты села помолился будде чтобы тебя стало больше денег и денег стало больше нет у тебя возможно немножечко просветлиться в голове ты лучше все будешь понимать но деньги на твоем счету ниоткуда не появится а вот с бодхисаттвами ситуация немножко другая бодхисаттвы ну как бы бодхисаттва основная работа помогает наставлять да и конечно вопрос большой как именно они нас наставляют давайте сначала решим откуда мы вообще все это берем то есть откуда какие наши источники источники у нас понятное дело сутры и в сутрах махаяны буддхисаттвы упоминаются много ну из таких самых известных и часто упоминаемых сутр там вотосовой сутре той же афатамсаке ашта сахасрика сутри тоже кстати это самая старая махаянская сутра ну по крайней мере считается так и в них определяется что вот буддхисаттвы просветляют народ но это только один источник это только один источник на самом деле конечно больше есть еще такой подвид сутр которые вроде как не совсем каноничные они касаются часто какого-то 1 1 персоналии ну например аджизол практически все существующие сутры они не каноничные считается что они написаны или в китае или вообще в японии но в них отдается очень конкретное описание как бодхисаттва джизол нам может помочь и сформулировать можно как по-любому любыми способами но есть еще источники есть например легенды ну в японии это сетсова очень большой комплекс буддистских легенд и там встречается все что только угодно в том числе этом описывается немало случаев когда мы именно что встречаем бодхисаттва то есть мы не просто молимся бодхисаттве и получаем какую-то помощь или не получаем ее мы встречаем бодхисаттву в реальной жизни чаще всего понятное дело замаскированным под кого-нибудь рассказывают нам свою проблему или что и человек предлагает нам помощь неожиданно и есть еще один источник довольно важный это всякие местные легенды чаще всего касающиеся какого-то конкретного места которые тоже конечно очень сильно влияют на рядовых людей и вот там может быть какой угодно сюр простите меня немножко кашель какой угодно сюр то есть история может быть очень захватывающий очень остросюжетный и бодхисаттва может делать все что угодно реально все что угодно вот этот вот весь коктейль из источников дает нам следующее представление что во-первых бодхисаттвы являются основным из основным предметом молитв которые касаются вот непосредственно бытовых проблем ты заболел ты можешь помолиться бодхисаттве у тебя не хватает денег ты можешь помолиться бодхисаттве у тебя какая-то другая проблема в жизни ты знаешь кому молиться это во первых но во вторых это еще и источник внезапного вмешательства в нашу жизнь неожиданного вмешательства идешь по дороге встречаешь кого какого-то монаха старца не знаю беременную женщину и получаешь во что получаешь что угодно да получаешь ты можешь получить внезапную помощь ты можешь получить урок причем иногда урок достаточно суровый то есть тебя могут даже немножечко наказать за то что ты что-нибудь не так сделаешь и это тоже все делает бодхисаттва или это может быть такой вот хороший добрый сосед который тебя просто бережет всегда независимо от того что в твоей жизни происходит ты просто получаешь вот эту защиту потому что ты живешь вот в этом месте и у тебя там есть твой собственный бодхисаттва как это все работает это другой вопрос напоминаю я сейчас смотрю с точки зрения рядового буддиста а рядовой буддист основывается в том числе на народном буддизме не только на официальном но есть еще один интересный очень способ на все это смотреть и и основной его источник это работы известных священников проповеди и так далее в них часто нам говорят что мы не должны выделять как-то бодхисаттву то есть у нас нет какой-то вот одной персоналий бодхисаттвы мы сами можем быть бодхисаттвами по отношению к другим людям мы можем помогать другим людям сделать их жизнь лучше и таким образом выполнять вот этот путь бодхисаттва хоть какой-то степень и в то же самое время мы никогда не знаем вот то что по отношению к нам делал другие люди не является ли это каким-то важным уроком или они нам может быть помогают может нам не кажется сейчас что они нам помогают а потом мы поймем что это была помощь поэтому к окружающим людям тоже стоит относиться не просто как каким-то там людям а как к возможным бодхисаттвам и вот лично этот это видение очень нравится хотя хотя открою вам небольшой секрет я конечно же молюсь бодхисаттвам при любом возможно при любой возможности но тем не менее мне нравится идея что все не так просто и все окружающие нас люди в какой-то степени могут быть и бодхисаттвами тоже надеюсь я ответила на этот вопрос извините больше говорить я не могу я сейчас сойдусь зайдусь в приступе кашля ну что ж пока пока